Привет! Сейчас я буду читать Слово Божие. Ты со мной? Класс! Ты молодец, что ты остался. Я хочу сегодня разобрать одно очень классное местописание. Давай вместе с тобой поразмышляем. Давай откроем 1 Иоанна, 2 глава, и будем читать с 1 стиха. Смотри, Иоанн пишет. Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали. То есть он пишет это послание людям, то есть нам, чтобы мы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатайя перед Отцом, Иисуса Христа, праведника. Ну, написано же, что все согрешили, но мы не роботы. Один совершенный был человек, это Иисус Христос. Все остальные люди согрешили на земле, так уточняет Библия. Но смотрите, мы не можем грешить бесконечно. Размышляя, а, ну Иисус же умер за меня, он все равно, простите, я буду грешить. Нет, давайте не обесценивать ту жертву, которую принес Иисус за нас, за каждого из нас. Мы не имеем права грешить бесконечно, это неправильно, это грех. Человек меняется, он старается не грешить. Он говорит, Господи, прости меня и больше так делать не буду. И после этого мы имеем ходатайя, как уточняет здесь Иоанн, перед Отцом Иисуса Христа. Запомни это. Грешить бесконечно, потому что Иисус разрешит, это грех. Это грех. Цени эту жертву, которую принес Иисус за тебя. Давай дальше. Он есть умилостивление за грехи наши. Умилостивление. Мы люди, и мы часто можем себя обвинять. Ну вот я, ну как, ну я ж не достоин Бога. А еще, очень такая популярная фраза. Ну я еще не готов. А завтра он умер, его не стало. Это популярная фраза от Лукавого. Сегодня ты готов. Потому что он есть умилостивление за грехи. Он уже принес жертву. Все. То есть через него мы имеем спасение перед Богом. Мы имеем мир с Богом. Понимаете? Очень хорошее местописание. И не только за наши, не за мои, не за твои, но и за грехи всего мира. То есть за всех людей. Иисус принес одну жертву. За всех людей. Все. Это им всем сказано. Не за кого-то там отдельно. Ну за тебя, за тебя и все. Нет. За всех людей. Это очень сильно. Давайте дальше. Третий стих. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Я вникал в Википедию. Слово познали еще означает пережить. Часто у христиан, они говорят, я пережил Бога. И это правда. И вот когда действительно ты пережил Бога, ты знаешь, как это. Какое-то классное состояние, когда ты хочешь угодить Богу. И после этого, что после этого, мы соблюдаем заповеди Его. Потому что мы познали, мы пережили, ощутили, поняли. Для нас это открытие. Потому что в этом мире много голосов, которые говорят, Бога нету. Иисус это легенда. И так далее, и так далее. Все мы это знаем. И все мы в это когда-то вникали. Но смотрите, лучше нам познать Бога и исполнять заповеди Его. Это круто, когда ты знаешь Бога. Когда ты понимаешь, что Он хочет от тебя. Это самая крутая вообще миссия на земле. И ты делаешь. И ты проявляешь тем самым любовь. И последний стих на сегодня. Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец. Нет в нем истины. Если я кому-то буду говорить, ой, я люблю Бога. А потом наедине пойду грехи делать, пока никто не видит. Это лжец, я обманываю. Если я говорю Бога, люблю, Боже, я люблю тебя. Значит и после этого я иду и исполняю заповеди. Потому что я люблю Бога. Не потому что Бог меня заставил смотреть это. Это разные вещи. Классно, когда я хочу угодить Бога. На примере я всегда привожу отношения. Но почему они пытаются друг другу угодить? Потому что они любят друг друга. Любят. А не потому что, ну, Он меня заставил. И поэтому надо что-то Ему приятное сделать. Нет. Я люблю, и отсюда уже исходят мои поступки. Так же самое с Богом. Я познал, я люблю, и отсюда уже исходят мои поступки. Это очень классная вещь, когда действительно ты угождаешь Богу. Я думаю, на сегодня мы усвоили уроки и что-то для себя получили. Давайте коротко помолимся. Господи, я молюсь тебе за этих людей, которые смотрят это видео. Благослови их жизни, мечты, планы. Наставь их на путь правильный. Дай слово. Может быть, кто-то нуждается в слове Твоем сегодня. Господи, сохрани сердца, Отец. И дай нам делать то, что хочешь Ты. Аминь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok